Оставляю тебя. Ты попадаешь на утреннюю медитацию, которую я тебе сейчас хочу предложить. Да, я, наверное, одна из первых, кто решил создать АСМР-медитацию для пробуждения, для утреннего настроения. Ты представляешь, насколько важно человеку проснуться и получить заряд хорошего настроения, потому что впереди целый день, впереди столько нового, неизведанного. Нужно и работать, и развиваться, и подумать, делать дела. Так вот, раз ты сейчас со мной общаешься на этой медитации, то я тебя быстренько подготовлю ко всем нюансам предстоящего дня. Я тебе сейчас пошлю лучик света в твое сердце, наполню его радостью и положительными эмоциями. Когда человек испытывает положительные эмоции, он дольше живет, он становится более успешным, у него все получается, у него на все хватает времени. Я тебя сейчас научу одной серьезной штуки, вернее, раскрою тебе один секрет. Если у тебя случилось так, что кто-то испортил тебе настроение, кто-то испортил тебе желание делать что-либо хорошее, даже для себя, не огорчайся, это происходит со всеми. Самое главное, пожалуйста, помни, если у тебя вдруг испортилось настроение, значит твоя энергия уходит не туда. Она идет к тому и наполняет того, кто тебе это настроение испортил. Согласись, не очень-то хорошо отдавать свое любимое хорошее настроение кому-то другому, даже если это близкий человек. В чем же та штука и тот секрет, который я хотела тебе открыть только что, я сейчас тебе кратенько расскажу. Дело в том, что человеческая психика так устроена, что она не может одновременно испытывать положительные и отрицательные эмоции. Да-да-да, далеко не все об этом знают, но теперь ты об этом знаешь точно от меня. Я повторю, человеческая психика, человеческий мозг устроен так, что человек не может одновременно испытывать отрицательные и положительные эмоции. В чем же фишка? То есть, либо положительные эмоции, либо отрицательные эмоции. Что делать, если ты испытываешь отрицательные эмоции, если тебе испортишь настроение? Надо просто поменять свои эмоции, даже, может быть, как-то насильно вспомнить какую-нибудь шутку, вспомнить что-то хорошее своей жизнью, посмотреть на что-то красивое, Включить какую-то радостную для тебя музыку, которая, как всегда, тебя наполняла. Можно все это применить сразу. Цель такой практики главная сразу поменять эмоции, поймать себя на мысли, вовремя поймать, чтобы плохое настроение не въелось в твой предстоящий день. Поймать себя на мысли, что ты испытываешь отрицательную эмоцию. И когда ты это поймешь, тебе легче будет поменять ее сразу же, тут же, не мешкая, поменять на положительную. И вот когда ты научишься это делать регулярно, тебе не страшны никакие злые дни, никакие стрессы, никакие вредные, плохие начальники и злые бабки в маршрутке. Ты сумеешь владеть своими энергиями, а значит, улучшишь качество своей жизни. Я в тебя верю. Пока-пока. Удачного дня тебе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok